Не все люди расценивают пожелтевшую и засохшую ботву картофеля как проблему и напрасно. Факторов пожелтения, засыхания и увядания ботвы у наших овощей множество. Листва этой культуры может засохнуть от атак вредоносных насекомых из-за поражения различными заболеваниями через неблагоприятные погодные условия или недостаток питания. Если вовремя не будут приняты меры, не будет хорошего урожая. Сегодня мы поговорим о грибковых заболеваниях. Итак, грибковые заболевания представляют большую опасность и плохо поддаются лечению. Фитофтороз, ботва покрывается коричневыми полосами, со временем увядает, ложится на землю и сохнет. Клубни овощей заплывают темными пятнами, гниют, в основном проявляются при поздней уборке культуры. Способы борьбы. Уничтожение зараженной ботвы за неделю до сбора урожая. В период цветения профилактическая обработка фунгицидами. Проведение глубокого окучивания. Сортировка собранных клубней. Очень важно то, что зараженные клубни нельзя использовать в пищу, так как инфекция сохраняется. Пораженные клубни необходимо сжечь. Макроспориоз или сухая пятнистость. Стебли и листья покрываются округлыми пятнами удлиненной формы, которые со временем увеличиваются. Куст картофеля начинает засыхать и со временем погибает. Способы борьбы такие же, как при фитофторозе. Фузориоз. Сначала происходит увядание нижних листьев растения, постепенно поднимаясь кверху. Со временем они начинают желтеть, вянуть и сохнуть. Это заболевание очень сложно диагностировать при сухом и жарком климате. Заболевание может проявить себя сразу после всходов. Это говорит о том, что посадочный материал был заражен. Способы борьбы. Протравливание семян перед посадкой. Уборка и сжигание стеблей перед сбором урожая. Кольцевая гниль. Повышенная температура и влажный воздух способствуют появлению заболевания. Первые признаки появляются в период светения. Оттельные стебли начинают желтеть. Верхушка скручивается. Куст сохнет, вянет и распадается. В разрезе клубня можно увидеть гниль, расположенную в форме кольца. Большая часть картофельного урожая сгнивает в почве. Способы борьбы. Уничтожение больных кустов. Обработка медным купоросом зараженного участка. С расходом 1 литр на 6 квадратов площади посадки. При этом в разводе медного купороса 50 грамм на 10 литров. Черная ножка. Появляется сразу после всхода. Молодая порость скручивается. Желтеет, вянет. Основание стеблей и корни поражаются гнилей. Способы борьбы. Обработка семенных клубней фунгицидами. Просушивание урожая перед закладкой в подвал. Уничтожение больных растений. Присыпание зараженного участка медным купоросом. Смешанным золой. В расчете 2 столовые ложки купороса на 1 кг золы. На сегодня это все. В следующем видео мы вам расскажем о вредителях и непаразитных заболеваниях картофеля. Если информация оказалась полезной, поставьте лайк и плюсик в комментариях. Не подписаны на канал? Обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик. Спасибо за просмотр. Пока.